Шармбом Митчелл Когда он был моложе на год, такого же роста, чуть полегче, и у него фантастически длинные руки. Ну, вопрос только в том, сможет ли он их использовать в бою против Кости Цзю. Это, в общем, главная проблема, которую нужно было решить не только Митчеллу, но и всем предсказателям. Всем экспертам, всем специалистам и болельщикам, которые рассуждали долго перед этим, как получится у Кости Цзю. Костя перед этим боем в шести раундах техническим нокаутом выиграл у мексиканской легенды Хулио Сезаро Чавеса. У него было 9 успешных защит титула, была одна ничья техническая, это просто анекдот был. И одно поражение, серьезное поражение от Винца Филлипса. Вот с этим багажом Костя и выходит сейчас на ринг в отеле и казино Мандалей Бэй в Лас-Вегасе. Все вспоминают, как Костя стал чемпионом впервые. В бою против Змея Родригеса это был совершенно блестящий бой, который сразу же определил, что на ринге появился новый чемпион, чемпионов. Гроза для всех, кто боксирует в весе 140 фунтов, то есть в первом полусреднем. Все вспоминали его блестящую любительскую карьеру. 250 с чем-то побед у него было тогда, всего лишь 11 поражений. Но и все прекрасно понимали, что вот в этом дивизионе редко кто может выдержать удар Костя Цзю. Самый жестко бьющий полусредневес мира, так его представили перед этим боем. Это его противник Шанба Митчелл. Митчелл тоже был успешным любителем. У него было что-то свыше 150 побед. Митчелл, по-моему, чуть не с 1994 года никто его не мог побить на ринге. Он практически не проигрывал. Но его победа в последнем бою над Флоресом, в бою, который состоялся перед этой схваткой, в 12 раундов единогласное решение судей. Она, в общем, поставила многие вопросы. Митчелл, боец очень скользкий, быстрый, очень быстрый. Вот видите, у него 5-0. Это счет защиты титула. Он чемпион. И его пояс, так же, как пояс Кости, оба этих чемпионских пояса, на ставке сейчас в этом бою. Так вот, умение двигаться, ускользать от противника, путать следы, предсказывать, предвидеть, предчувствовать атаки противника. Его скорость и колоссальный боксерский опыт. Вот все это может выстоять против Костиной ударной мощи или нет? Вот был вопрос. Ответа на этот вопрос осталось ждать недолго. Костя фантастически популярен в Австралии. Костя очень популярен в Соединенных Штатах. Там таких любят. Такой стиль очень нравится американской публике. Какой исповедует Костя. Определенная озабоченность, конечно, наблюдается. Проглядывает на лице Шамба Митчелла. В общем-то, он прекрасно понимает, что его главное оружие в этом бою – ноги. Быстрое передвижение, смещение. Это вообще его стиль. Несмотря на то, что он довольно быстро передвигается, он ударить может. Длинный, длинный список снова сейчас прозвучит. Всяких джентльменов, которые так или иначе причастны к этому бою, и о которых иначе никто бы не узнал. Доктор Элиас Ганнам, комиссионеры Эми Эйю, Глэн Карано, доктор Флип Омански и доктор Лутер Мак, экзекутивный директор – Марк Ратнер. Итак, три судьи. Чак Джампа, как обычно, Кит Макдоналд и Даниэл Ван Девилле – бельгиец. Двое из штатов, один из Бельгий. И, естественно, Джо Кортес. Тот самый Джо Кортес, который сегодня проводит свой 138-й бой, чемпионский бой, как рефери в ринге, и тот самый Кортес, который устроил вот эту клоунаду с технической ничьей во время боя Костя Дзю против Леонардо Масса. Четыре раза валялся в одном раунде Леонардо Масс на ринге, после чего Кортес заявил, что был ненамеренный неправильный удар и объявил техническую ничью. На фунт легче Пусти Митчелл. 47 побед, два поражения, 29 побед нокаутом у Шамбе Митчелла. Он из Мэриленда, из Токомы парка. Чемпион мира. Чемпион против чемпиона. Костя Дзю. Слышите, какая реакция? 25 побед у него, одно поражение. Одна ничья, 21 победа нокаут. Напоминаю, Костя никогда не уклонялся от боев с сильными противниками. Может быть, именно поэтому он и стал тем, кем он есть сейчас. Супер чемпионом. Последнее напутствие рефери, который так все знают. Не пожелал успеха каждому Кортес. Супать с Костя в силовую борьбу. Дело безнадежное. Костя сломает. Конечно, Митчелл немножко нервничает, суетится. И сразу ныряет головой под мышку. Прячется там. Понимаю, что задерживаться на удобной для Костя дистанции никак нельзя. Надо либо убегать, либо идти к нему. Все, абсолютно все правильно делает Шанглэм Митчелл. Очень грамотный боксер. Костя решил тут статус-кво установить вблизи. Но Кортес помешал. Нервничает Митчелл, суетится. Хотя действует достаточно изобретательно. Немножко с ленцой действует Костя. Я говорил, он такой поздний стартер, что называется. Конечно, задачку загадал Митчелл Костя. Митчелл боксирует очень эффективно. Очень трудно поймать его на том движении, когда он идет на Костю. Идет, прячется там. Куда-нибудь под мышку. Костя не успевает оттянуться и ударить навстречу. Это отец Кости. Он привел, по-моему, в восьмилетнем возрасте Костю в боксерский зал. Он был всегда рядом, когда тот был любителем, потом стал профессионалом. Ну, в общем, отчасти отец разделяет все успехи своего сына. Вот я вам говорю, что немножко с ленцой Костя действует. А зря. Тут уже первая травма. Легкая пока. Вот надо сказать, что в этом бою против Шамбо Митчелла кое-какие недостатки Кости проявились. И, в частности, его абсолютная убежденность и не без оснований в своем силовом превосходстве ударной мощи немножко обеднила это его арсенал. Он всегда уверен, что рано или поздно он противника достанет. А вообще-то надо сказать, что Костя ведь блестящий техник. Например, Крис Бёрд, знаменитый тяжеловес, сказал, что он никогда не видел лучшего любителя, чем Костя Цзю. И это действительно так. Костя великолепный техник, умный, расчетливый, с фантастической выдержкой и умением находить варианты, которых противник не ждет. Вот таким был любителем Костя Цзю. Но после того, как в Кегле повалились все его противники на профессиональном ринге, Костя стал проще. Можно сказать, рационально. Но, в общем, у меня сложилось впечатление, что его арсенал немножко обеднил. Правда, Костя в бою против Бена Таки, которую вы видели, показал, что ничего он не растерял. Просто, если он хочет, он может это использовать. Чуть-чуть. Чуть-чуть промахнулся Косте. Повезло сейчас Митчеллу. Митчелл знает, чего опасаться. Вот это правая рука, Костя Цзю. Это оружие против левши сокрушительное. Вообще, в любом бою. Успевает Митчелл. Попадает. Навстречу. Многовато. В финале этого раунда Костя пропустил ударов. Два или три раза Митчелла достал. Здесь в углу Митчелла все очень возбуждены. В общем-то, они, конечно, немножко опасались Костю перед боем. Ясно было, что тут много неприятностей следует ждать. Но пока что Митчелл держится молодцом. Пусть это его манера, его суетливость не очень импонирует публике, но с точки зрения рациональной, он делает все правильно. Вот тот, конечно, с такой страстью он прижался к Косте именно после того, как Костя поймал его на короткой дистанции ударом справа. В общем, есть такое английское словечко спойлер. Ну, это не тот спойлер, который ставится на багажнике гоночной машины. Спойлер это тот, кто портит картину. Вот спойлер в боксе это тот, кто мешает противнику работать. В этой роли сейчас выступает Шанба Митчелл. Выступает успешно, надо признать. Пока что удается ускользать Митчеллу от ударов Кости Цзю. Серьезных ударов. И он, надо признать, неожиданно действует в защите. Вкладывается Костя, зря вкладывается. Видно, как он заряжен на этот удар. Он не обращает внимания на всю эту мельтешню и просто выцеливает. Но дело в том, что когда противник чувствует, что в него целится, попасть в него очень трудно. Тактика очень эффективная Митчелла. Два варианта. Либо беготня. Резкие смещения по фронту. Либо хлесткие атаки и клинч. Кажется, Костя погасил эту агрессию сейчас. Два четких удара. Это за что? За то, что Костя бросил на пол своего противника. Но тот напрашивался уже все предыдущие раунды на это. Ну, я вам говорю, кто такой Кортес и как он относится к Косте Цзю. Публика довольна. Похоже, что Костя начинает втягиваться в ритм этого боя. Посмотрим повтор. Костя прозевал момент Костя сейчас и промахнулся встречным ударом. Ну и в чем тут Костя виноват? Я, поверьте, не выступаю в роли болельщика. Но я уже давно заметил отношение этого рефери к Константину. Ну, и так и жду подвоха с его стороны. Чистое попадание. Костя достал. А я все жду, когда последует замечание в адрес Митчелла. Говорил я вам, очень скользкий, очень увертливый противник сейчас у Кости. С ним нужно быть внимательным, но его игру ни в коем случае принимать нельзя. Ну, Костя, в общем-то, и не любит суеты. При любой попытке сократить дистанцию, Митчелл немедленно отрывается. Да, очень увесисто бьет Константин. И, в общем, попадание, серьезное попадание, это вопрос времени. Сейчас пойдет последняя минута пятого раунда. А ведь бой рассчитан на 12. Я не думаю, что... И тогда не думал. Что Митчелл выдержит 12 раундов бомбежки, которую Костя непременно организует к концу боя. Костя! Кажется, скоро Митчелл пожалеет о том, что он навязал вот эту возьму в средней дистанции. Костя пристрелялся, но расслабляться не стоит. В общем, то, что Костя пропустил в этом бою, ничего серьезного, правда, но это его собственно вина. Как-то он иногда выключается из ритма. Пусть на какие-то полсекунды, но я замечал, здорово это чувствую. В этом раунде Константин, конечно, кажется, нашел свой прицел. Субтитры создавал DimaTorzok На обострение пошел было Митчелл. Много работы, конечно, у рефери сегодня. Ну вот, знаменитый правый, фирменная марка Костя Дзю. Да, наконец-то рефери решил объяснить, что и тут нокдауну не было. Который раз уже Митчелл после своей атаки резко идет с наклоном вперед. Не стесняясь, хватает противника и жестко держит. Остроумно сейчас получилось у Кости. Пошел вниз, ударил наверх и попал. Все, кажется, Митчелл уже все козыри выдал. К середине боя все ясно. То, что он делает, он делает здорово, прямо скажем, приходится признать. У него отличная скорость, он координирован, он быстр, непредсказуем. Но его тактические ходы, в общем, достаточно однообразны сейчас. Костя не хочет действовать в его стиле. Он не хочет включить ноги. Он абсолютно убежден, что рано или поздно противник окажется в нужном положении. И вот как раз тот момент, когда Митчелл после такой перестрелки в средней дистанции бросается Косте под мышку, будьте уверены, он пропустил удар. В общем, надо сказать, что Костя выглядел в начале боя немножко таким затянутым, не очень быстрым. Тем не менее, как говорится, факт на лице. Уже рассечение, уже гематомы умечило. Рефери обязан хотя бы предупредить Митчела за эту грязь. Был удар или нет, я не успел разглядеть, когда Митчелл оказался на полу. Что там? Стоп! Стоп! Ногу подвернул Митчелл. Похоже, что так. Хотя на ринге всякое бывает. Боец может и притвориться. Как видите, вроде все в порядке с ногой у Митчела. Резво так бросился в атаку. И Костя, в общем, начинает медленно, но верно, методично, что называется, перерубать противника. К тому, что делать. Только снова и снова идти в клинч, из-за которой почему-то рефери Джо Кортес никаких замечаний не делает. Стоп! 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 Для Митчела, конечно, оказаться перед Костей прижатым канатом, это, считайте, конец боя будет. Он хорошо помнит это. Все время держит в голове. Вы знаете, ни один случай был в ринге, когда вот за такое поведение противника дисквалифицировал. Мы помним бесконечное держание в исполнении Генри Акинванды в бою против Ленокса Льюиса. Множество таких случаев было. Так вот, по-моему, уже пять штрафов заработал за предыдущие раунды Митчелл за бесконечное держание. Кортес не реагирует. Тут в углу говорят, что у тебя с ногой, ты можешь отказаться, тебе решать. Тут появляется доктор, доктор Гудвин, ее рыжая шевелюра немедленно возникает в углу, когда что-нибудь происходит не так с точки зрения медицины. Отказ. Митчелл отказывается от продолжения боя, поскольку не в состоянии продолжать его. Не хочу выступать в роли предсказателя. Думаю, что если бы нога Митчелла не подвела, а похоже, что это действительно серьезная травма, я думаю, он бы все равно долго бы не продержался, потому что с каждым раундом он пропускал все больше и больше ударов. Все в ринге бывает, конечно, все бывает, но закономерность прослеживалась уже где-то начиная с пятого раунда. Костя пристрелялся. Костя зашел в угол к противнику поинтересоваться как там здоровье и выразить сожаление. Костя вообще джентльмен. Он абсолютно немодный боксер в плане поведения. Сейчас же все пытаются унизить противника, запугать его, найти что-нибудь отрицательное в его поведении и внешности в стиле ведения боя и так далее. Костя никогда этого не делал и не делает. Старое доброе рыцарство в ринге возрождает вот такие ребята как Костя Дзю. И еще немногочисленная компания боксеров, которых можно по пальцам перечесть. Все ждут вердикта. Ну, в общем, он абсолютно ясен. И так рефери Джо Кортес останавливает бой по совету из угла Шармба Митчелла, которые решили, что продолжение боя повредит здоровье их боксера. Костя Дзю захватывает еще один пояс чемпиона мира по версии WBC. И всем стало ясно, что недалеко то время, когда Костя овладеет титулом чемпиона по версии всех главных мировых организаций. Достойных упоминаний. На повторе видно, что Митчелл напрашивался на эту травму сам. Много раз он вот так вот прятал голову подмышкой у Кости. Пытался его вывести из физического равновесия, потому что из морального равновесия, все знают, Костю вывести невозможно. И в результате пострадал. Костя надоело, пару раз он его просто выкрутил, что называется, по-борцовски, бросил на пол. Вот вам результат. Сейчас послушаем интервью Кости Дзю. Костя, поздравляем вас. Вы знали перед боем, что он жаловался на травму ноги? Нет, я этого не знал. Если вы вышли на ринг, нечего искать оправданий. Я в этом уверен. во время боя вам не показалось, что у него что-то не в порядке с ногой, с левой ногой? Я не знаю, я не приглядывался, может быть, он и подвернул лодыжку, как оно тут получается. Но это выходило с слонными руками боксировать и ничего. как вы чувствуете себя в сравнении с ним, как вы думаете? А вы посмотрите на мое лицо и на его, все станет ясно. Должен вам сказать, что парочку грязных трюков было. Он часто шел с низко опущенной головой, потом резко выпрямлялся, пытаясь меня рассечь. Пару раундов вы все-таки ему позволили побегать вокруг. Это была моя тактика. Я, в общем-то, старался давить на него, прессинг устроить, и когда вы бегаете быстро, вы не сможете остановиться, чтобы ударить. Либо вы бежите, либо бьете. Но вот когда он только пытался встать, вот тут приходила удача. мою тактика состояла в том, чтобы заставить его остановиться. Как только он останавливался, все остановилось на свои места. Заб Джуда, который наблюдал за этим боем, был уверен, что вы этот бой выиграете. А что вы будете сейчас делать? Поеду домой и расслаблюсь. и только потом буду думать о следующем бою. В этот бой выиграли, вы выиграли очень многих известных боксеров, но которые были уже на сходе. А как насчет тех, кто на подъеме? Что вы ответите вашим критикам? Самая главная критика исходит от моего окружения, от меня самого. На остальное не обращай внимания. Я никогда ни на что не жалуюсь. Но наслаждайтесь победой, поздравляю вас еще раз. И теперь у вас целых два пояса. Ну, а сейчас по традиции журналист перебирается к побежденному. И вот как он выглядит. Спасибо, Шамба, за то, что держались мужественно. Как вы себя чувствуете? Нога болит, колено болит, лодыжка болит. Я хотел продолжать, но угол мои секунданты решили остановить бой. Это они решили так, не я. Доктор вмешался, пришлось подчиниться. А доктор сказал, что с такой травмой ноги продолжать бой нельзя. и мы понимаем, что это не ваше решение было. Но во время боя-то как вы себя чувствовали? Но он меня просто гнул, ломал, он вставил меня в такое положение, когда у меня нога подворачивалась. но я все равно хотел бой продолжать. Но вы знаете, когда два лучших в мире боксера выходят на ринг, всякое может случиться. Я понимаю, что вы очень расстроены. Я потерял свой пояс, может быть выиграю когда-нибудь еще один. он пару раз жестко вас достал. Как вы думаете, ваша тактика перестала работать после этого? Ну у нас в борьбе всякое происходило и я чувствовал, что у меня все болит. Я не знаю, что сказать. Ну а мы на этом прощаемся с вами. Желаем с вами.